Релегация исполкома ГГУЗИ была в Санкт-Петербурге, была в Псковской области. И везде, где участвует и Башкан, участвуют и члены исполкома, мы всегда берем с собой экономических агентов и продвигаем нашу торговую марку ГГУЗ Малары, мы продвигаем в первую очередь тех регионах, с которыми у нас есть соглашение о сотрудничестве. И это наглядно было представлено в рамках визитов в Санкт-Петербург, где под единой маркой наши предприятия выставлялись в рамках форума малого и среднего бизнеса. Плюс к этому в этом году была выставка «Фабрикатин Молдова» произведена в Молдове. На этой выставке около 15 предприятий ГГУЗИ участвовали под единым стендом брендом «ГГУЗ Малары». Это то, что было сделано в этом году. Но самое важное, мы сейчас осуществляем деятельность в части популяризации использования данного торгового знака всеми агентами, экономическими агентами ГГУЗИ, прежде всего производителями товаров и услуг. И наглядный пример этому, сегодня было принято решение, подписано соглашение, договоры с тремя экономическими агентами, которые уже начинают использовать этот торговый знак. Всего сейчас в этом году у нас уже есть пять соглашений, пять соглашений с экономическими агентами, которые используют товарный знак. Думаем, каждый месяц ставим как план как минимум три-пять экономических агентов охватить. Ну и будем широко рекламировать преимущества использования этого товарного знака, нашего товарного знака. Потому что как только подписан контракт, договор, уже любое предприятие, которое его использует, это может считать своей торговой маркой, торговым знаком. Конечно же, мы хотели бы, чтобы больше производителей использовали товарный знак, производителей из ГГУЗИ, тем более у нас, нам есть что показать. Есть те виды производств, которых нет, аналогов которых нет в Республике Молдова. И эти компании, они достаточно динамично сейчас развиваются. Даже в условиях финансо-экономического кризиса есть постоянный спрос на их продукцию, не только на местном рынке, но и есть спрос и на зарубежных внешних рынках. Это вот основная задача. Потому что наша задача использования этого торгового знака состоит прежде всего в том, чтобы товары из ГГУЗИ были узнаваемы и чтобы рост был продаж тех экономических агентов, которые используют товарный знак. В концепции по использованию товарного знака мы запланировали ежегодно. Минимум 10 экономических агентов смогут, ну как, не только смогут, подают заявление на получение разрешения на использование товарного знака. Это минимум. Но максимума предела нет. Я думаю, что у нас достаточно предприятий, которые выпускают хорошую, качественную продукцию, которые пользуются спросом не только у нас в ГГУЗИ, но и в целом в Республике Молдова и за ее пределами. И думаю, наш товарный знак, со временем люди будут искать на маркировке товарный знак, чтобы приобрести ту или иную продукцию. Подписание договора на использование торгового знака ГГУЗ Молореа – это очень значимое событие в деятельности нашего предприятия. В частности, благодаря данному торговому знаку у нас в рамках конкуренции есть возможность и преимущество выделить свой товар среди других образцов. Также наш покупатель может… нашему покупателю легче узнать товар, который производится у нас в автономии. То есть, это очень значительный и положительный фактор в деле репутации фирмы, так как, в частности, нами после уведомления в СМИ был подписан ряд хороших договоров купли-продажи. Поэтому огромное спасибо руководству за его доверие. Я хочу тоже поблагодарить руководство управления экономики за то, что нам дали такой статус марку ГГУЗ Молоре. Я думаю, что даст нам возможность больше реализовывать, больше узнавать, будет нашу марку, наши колбасные изделия. Мы занимаемся колбасными изделиями, мы производим и реализуем наши изделия. Я думаю, нас люди с 1998 года, мы работаем, нас люди как бы в районе знают. Я думаю, благодаря этой марке нас будет больше узнавать. Редактор субтитров А.Семкин